здравствуйте друзья я уверен что вы внимательно смотрели за всеми репортажами на нашем канале и знаете все что происходило на ралли рейде шелковый путь ну а мы постараемся показать все то же самое только с другой стороны нужно сказать что название шелковый путь на самом деле это всего лишь прикрытие никакого шелкового пути конечно из москвы никуда не шло это просто летняя серия дакар спортсменов хочется погоняться почему не погоняться в россии мы же увидимся в следующий раз в волгограде на биваке волгограде где будет кольцевая трасса сейчас спортсмен уезжает вязать а мы завтра рано-рано утро улетаем в волгоград до встречи мы начали свое непосредственное знакомство с ралли рейдом как это ни странно звучит с финиша с финиша первого этапа рязань волгоград участок получился сложным многие гонщики еще не вкатились в гонку осторожничали застывали до финиша добрались далеко не все а те кто доехал почему-то не обращали внимание на навигатор предпочитая доверять колее и промахиваясь мимо створа комиссарам приходилось выполнять роль не то регулировщиков не той ярмарочных зазывал указывая заблудшим душам верный путь чтобы добраться до финиша нам выделили вот этот автомобиль great wall hover двухлитровым мотором ну что я должен сказать не хватает двигателя скажем на частных обгонах которые приходится совершать здесь дороги сравнительно узкие по одной полосе в каждую сторону по несколько грузовиков идут плотно приходится делать длинные заходы не хватает мотор разгоняться сложновато и подвеска слабовато особенно задние мы сидели вот на втором ряду с багажнике у нас куча аппаратуры все это прыгало пробивалась но на таких более-менее серьезных кочках довольно часто посмотри какая машина будет завтра вот этот участок фактически пустыня один из самых характерных для волгоградского кольца и пожалуй один из самых непростых вот там чуть дальше где стоят люди был в прошлом году крутой подъем который далеко не каждый мог преодолеть сложен он не только для спортсменов но и для зрителей и для журналистов защититься от палящего солнца приходится вот только головными уборами одежды поскольку с тенью здесь плоховато для участников сложность другом вот если тут песок плотный на целине то стоит хоть одному экипажу проехать и он превращается в манную крупу кроме того колея понятно что все пилоты это опытнейшие спортсмены они отлично ориентируются на любых ландшафтах но и на старуху бывает проруха никто не застрахован от ошибок ошибка на песке грозит застреванием кроме того здесь хорошо проявляется именно степень подготовки машин и внимание к деталям правильно подобранные шины не забытое давление сниженная шина чтобы можно было спокойнее ехать по песку и компоновка машин очень многое значит заднеприводные легкие баги иногда легче едут по песку хотя скажу с подъемами туговато у них и с рельефом тяжелые полноприводные машины дизельные иногда как раз на прямиках на сахом на вот таком сыпучем песке испытывают затруднение но пока вот и все идет неплохо по крайней мере я не слышал о застрявших хотя дождемся финиш немного о нашем быте каждый день у нас новая машина сегодня у нас дизельные санта-фе который показал очень приличную экономичность при движении палеозона до спецучастка где-то примерно 8 9 литров расхода и ну умеренную проходимость по пескам все-таки ему немножко не хватает тяги несмотря на то что скажем при обгонах а здесь очень часто приходится обгонять рвет с места конечно вот со скоростью 80 до 120 разгоняется ну просто моментально удобный салон хорошая подвеска то есть мы сегодня довольны автомобилем посмотрим какой будет завтра каждый бивуак встречал участников ралли-рейда шелковый путь своим национальным колоритом в волгограде это был настоящий казахский хутор посреди лагеря здесь в листе юрта борьба и калмыцкие танцы буквально коснемся любимой темы журналистов на подобных мероприятиях устройство лагеря на шелковом пути работала сразу две бригады пока одна обслуживала один бивуак 2 устанавливала новый уровне подготовки лучше всего расскажет конечно столовая и уровень этот очень высок те кто побывал на дакаре говорят что у нас намного лучше у нас есть душ и даже говорили они даже туалеты а ночью бивуак преображается особенно та часть где стоят лагеря команд участников шиномонтаж боевых условий впечатляет не меньше чем все происходящее вокруг и своей масштабностью и своим звуком сверху на вас сыпется сварка и вообще как живет бивуак ночью это нужно видеть вот примеру список работ конкретного автомобиля осмотр автомобиля понятно осмотр колес замены колес что мы видели протяжка колес динамометрическим крючом расприцевать автомобиль представляем себе как это получает какой автомобиль проверить уровни масла двигатель осол тормозной жидкости протяжка стремяных передних задних проверить световые приборы проверить запасные колеса подкачать потянуть линии осмотр рамы в заваренных местах долить воду в задний бак у мылазин долить воду в термоса положить лед продуть кабину протирить приборы пилотом механика штурмана помыть стекла и здесь еще дополнительно замечание пилота или механика из самой машины не работает переговорка пилота грустно было пилота если его никто не слышал и поменять зеркало правое похоже что уже поменяли та часть бивака где стоят боевые машины и где работают с ними механики мне больше напоминает некую компьютерную стратегию знаете где нужно сначала поставить какую-то штаб-квартиру потом построить еще завод потом построить еще какую-то казарму потом завоевать пространство единственно чего здесь не хватает это никаких краулеров которые добывают ресурсы а так очень похоже везде шум гам стук рев моторов не знаю какие-то инструменты гудят трещат свиристят огромный огромный муравейник где муравей это вот эти монстры с одной стороны монстры их называют слонами это большие технички с другой страны монстры боевые машины и как к бедренной стратегии одни монстры противостоят другим утром мы сбежали в листу посмотреть на великий хуру самый большой буддийский храм в регионе быть в калмыкии в листе и не посетить золотой храм будды шакьямуне просто непростительно не забывайте только снимать головной убор все-таки это храм независимо от того какого вы вероисповедания к сожалению в храме снимать запрещено тем не менее даже не входя в храм можно сослужить добрую службу вселенной вокруг здания расположены то что называется молельные барабаны очень простое устройство придумано для того чтобы люди даже совершенно неграмотные не знающие ни одной молитвы ни одной сутры могли бы все-таки принести эту самую пользу вселенной нужно просто пройти мимо них вращая каждый барабан по часовой стрелке чем собственно я сейчас и займусь буду приносить пользу вселенной поскольку барабана придуман для тех кто вообще не знает ничего можно это делать молча вообще все это действие символически как-то напоминает мне зажжение свечей христианских храмах здесь она еще сопровождается некой симпатической такой магией люди кладут денежку рядом с барабаном очень милый жест в принципе на этом нашу миссию духовно можно было бы считать закончена но очень хочется зайти внутрь посмотреть убранство этого обители золотой обители будды шакьямунь на этап в листе мы выехали на новом автомобиле это митсубиси l200 ну совсем другое дело конечно же огромный багажник куда мы могли положить все наше снаряжение совершенно спокойно много места в салоне и на заднем сиденье и на переднем хороший ход хорошая тяга в общем очень подходящий автомобиль для путешествий прежде всего по таким местам здесь вот в степи он чувствует себя просто как дома финальный бивуак в городе майкоп идет сейчас награждение победителей пока все организаторы все участники все зрители отвлеклись на этот праздник мы решили сказать об еще одной технике которая участвует в ралли-рейде и это не автомобили как это ни странно звучит это авиация более 12 единиц техники участвуют в обеспечении работы ралли-рейда это и самолеты и вертолеты прежде всего трудяги ан-72 вот один из них прямо за моей спиной здесь есть ан-72 полевой госпиталь вот там есть специальный ан-74 100 который принадлежит как бы медицинской службе ралли-рейда здесь пять вертолетов один из вертолетов снимает то видео телепортажи которые вы смотрели на нашем канале о прохождении ралли-рейда еще один вертолет обеспечивает безопасность ралли это в медицинской прежде всего контроль еще чуть дальше виден вертолет директора ралли понятное дело что это человек который должен успевать везде и кроме как на вертолете с такими расстояниями а спецучастки как вы знаете могут быть и 300 и 500 километров кроме как на вертолете никуда не успеть под крылом воздушного госпиталя спрятались машины федерального медико-биологического агентства которые обеспечивают что за безопасность здоровья участников ралли-рейда в основном это унемоги как видите здесь раз два три четыре пять машин есть дефендеры ландроверы дефендеры то есть все машины полноприводные все способны добраться до самых отдаленных точек трассы и случае необходимости оказать очень квалифицированную помощь иногда оглядываясь вокруг на бивуаке обращая внимание на то что обслуживающих ралли-рейд машин самолетов и людей едва ли не больше чем самих участников рейда и наверное это правильно потому что обеспечить слаженную работу такого масштабного такого огромного организма как ралли-рейд совсем не просто и что приятно что им это удается финиш ралли-рейда шелковый путь 2012 года состоялся в майкопе этап до геленджика был отменен отменен из-за наводнения да что вам рассказывать вы наверняка все это знаете и уже видели а может быть даже не один раз очень и очень жаль что и финиш ралли-рейда и время его проведения совпали с этой ужасной трагедией из-за которой собственно и были отменены и последний этап и все торжества кроме вот этого подиума а нам остается лишь пожелать что впредь в следующем году и дальше ничто уже не омрачит этого большого праздника грандиозного праздника автоспорта и